Коллеги, добрый день. Подскажите мне, пожалуйста, как у нас видимость, слышимость, все ли в порядке, можно ли начинать? Благодарю, отлично, спасибо. Ну что, сегодня у нас тема такая важная, актуальная, которая, в общем-то, несмотря на то, что у нас блок вебинаров в помощь аспиранту, докторанту в основном, да, сегодняшняя наша тема абсолютно актуальна для любого человека, который занимается научной деятельностью. И даже для того, кто еще только пробует свои силы в этом, магистранты или вообще студенты, потому что при подготовке научного текста, будь то статья, монография, диссертация, вот эти правила, они будут идентичными. Что сегодня мы рассмотрим с вами на вебинаре? Во-первых, посмотрим, что такое заимствование, определимся с терминологией для того, чтобы все было ясно. Второй момент, поговорим, как нужно оформить текст, чтобы было понятно, где ваше, а где не ваше, есть ли какие-то тут лайфхаки, фишки и так далее, требования, может быть, да, об этом всем проговорим. Третий момент, все-таки, коль скоро мы в большей степени говорим о работах крупных, которые все-таки пишут аспиранты, докторанты, то мне бы хотелось вот про эту стратегию сегодня поговорить, а стратегия очень популярная, что я напишу сначала статьи, потом возьму эти статьи, сложу в общий текст и получу диссертацию. Можно ли сейчас так делать и почему, и почему. Вот так пока. Четвертое. Поговорим о том, что оказывается, может быть, для кого-то это не новость, не все наши тексты, которые находятся в открытом доступе, являются защищенными авторским правом. Это нужно для себя знать и для того, чтобы понимать, какой текст вы используете, защищенный или не защищенный. Я, когда мы будем разбирать этот пункт, объясню, почему это важно знать. Давайте начнем с базы, что называется, разберемся с тем, что такое заимствование, какие тут могут быть виды и как их идентифицировать друг от друга, даже в своем тексте. Вот сегодняшний наш вебинар, он адресован в большей степени самому человеку. Я сама пишу, я сама хочу про свой текст что-то понять. Не эксперту, который будет проверять ваш текст. Поэтому нам нужно определиться с понятиями, которые я буду использовать сегодня. Я не буду использовать термин «плагиат». Если у вас есть желание, вы можете посмотреть предыдущий вебинар, который мы в прошлом учебном году проводили по схожей теме. И там я очень подробно рассказывала о том, что такое «плагиат». Я не хочу сегодня повторяться. Поэтому мы рассмотрим новые аспекты этой тематики, которые мы в прошлый раз или недостаточно коснулись, или сейчас что-то появилось новое, что имеет смысл рассказать. Итак, давайте начнем с главного. Вообще можем ли мы, зачем мы вообще об этих заимствованиях говорим? Может быть, вообще нужно ничего не заимствовать, сел, написал свой текст, и нет у тебя проблем. На самом деле мы с вами четко понимаем, что научная работа не пишется в вакууме. Она создается на базе чего-то. На базе чего? На базе других разработок, которые теоретические, методологические, неважно какие, которые уже осуществлялись другими авторами. И мы используем эти литературные источники как базу. Например, когда вы будете в работе вводить категориальный аппарат, не вводить, а приводить его, как трактуется то или иное понятие. Вы, естественно, не будете на каждое понятие отдавать собственное определение. Вы будете приводить уже устоявшийся категориальный аппарат и, естественно, будете ссылаться на авторов, которые предложили такие трактовки. Либо, если мы говорим о практической части диссертации, то Павел Юрьевич нам пишет, что 29 ноября будет вебинар от руководителя антиплагиата. Это замечательно, прекрасно. Я сегодня буду, я вообще заранее могу сказать, что я очень благодарна коллегам из антиплагиата, потому что они дают очень открыто, все рассказывают о том, как, что. И поэтому просто настоятельно вам рекомендую туда сходить. Убеждена, что там будет рассказываться техническая сторона. Мы сегодня будем говорить о содержательной стороне. Вот, поэтому я сегодня даже буду некоторые примеры приводить, которые они дают на своих мероприятиях. Поэтому, что называется, очень рекомендую сходить и послушать первоисточник, что касается вот этой компании самой, то есть от них информацию. Но нам надо понимать не только технические вещи, нас все-таки интересуют содержательные вещи, поэтому мы сегодня вот об этом. Итак, смотрите, мы говорим о том, что у нас есть какая-то база, на основе которой мы выстраиваем свое научное исследование, поэтому мы безусловно на кого-то ссылаемся, безусловно мы какие-то вещи заимствуем. Причем, независимо от формы вашей научной работы, пишете ли вы статью, монографию или диссертацию, это все абсолютно одинаково. И там, и там, и там эти заимствования будут. То есть это, что называется, не вопрос, можно ли обойтись без заимствований. Ответ – нет, нельзя. Кроме того, это не просто мое мнение, не потому что я вам сейчас так говорю, да, если мы говорим о диссертациях, то есть регламент, который говорит о том, что в диссертации соискатель обязан ссылаться на авторов и источник заимствования. То есть когда мы с вами, то есть всем очевидно, что вы заимствовать будете, и, соответственно, мы должны понимать, как мы будем ссылаться на этого автора, как мы должны все это оформить в тексте. Опять же, благодарю Павла Юрьевича, он анонсировал предстоящие вебинары, и прошу вас обратить внимание на вебинар Татьяны Телегиной. То есть вот эта наша тематика, она просто, вы знаете, в комплексе даст вам понимание и техническое, и библиографическое, и научное. Поэтому просто здорово, что эти вебинары идут прямо рядом. Директ Академии, видимо, не случайно подбирают темы. Павел Юрьевич, огромное спасибо. Значит, далее, что мы можем сказать по поводу заимствования. Всегда нам вопрос, у нас вопрос возникает, да, сколько можно, сколько нельзя. Этот вопрос по-разному может быть, как бы актуальность этого вопроса разная, когда мы решаем, пишем мы статью, монографию или диссертацию. Друзья, я прошу вас в чате сейчас немножко включиться в наше общение, и напишите мне, пожалуйста, значит, кто сталкивался с какой научной работой и какие ограничения вы, вам назывались. Например, если вы пишете статью, то с какими ограничениями, если у вас есть монография или вы пишете монографию, да, то есть просто статья столько-то, там монография столько-то и так далее. Причем обращаю ваше внимание, пока вы пишете, что статьи тоже разные. Если это статья на конференцию, это одно дело, если это статья в издании ВАК, то это другое дело. Поэтому можете просто написать статья на конференцию, статья в журнале ВАК. Поделитесь своим опытом, своим вот этим ощущением, так вот, чтобы у нас тема-то, чтобы нас всколыхнуло, да, может, у вас вообще все нормально с этой темой, и вас она вообще не тревожит. Вы просто так заглянули к нам на огонек. Марина Сергеевна пишет статья не менее 80% на конференцию. Людмила Станиславовна, знаю, что комиссия рекомендовала не более 20 заимствований в диссертации. Угу, вот тут по диссертации, то есть, видите, тоже, да, есть ограничения. Еще, еще, друзья, набрасываем, пожалуйста, чтобы нам понятно было, вообще проблема-то есть или проблема-то нет. Может быть, уже все понятно и очевидно, может быть, вообще никто нас ни в чем не ограничивает, и мы совершенно напрасно обсуждаем, что и как. Надежда Николаевна про ВКР спрашивает. ВКР регламентируется внутренними актами учреждения, где ВПР готовится-то. Точно так же, как, кстати говоря, требования по статьям, по монографиям, и даже, скажу вам больше, по диссертациям. Ой, что-то, друзья, вы сегодня со мной не хотите пообщаться, или вы пишете, или нет никаких у нас ответов. Ну что, я тогда буду рассказывать далее, раз такая ситуация. Значит, у нас по поводу вот этих вот процентов злосчастных, с которыми, в принципе, научное сообщество борется, или там, что называется, работает над ними, да, значит, что у нас происходит? Когда мы готовим статью, нам либо редакция журнала, либо, если мы готовим материалы конференции, то организаторы ОРК-комитет сообщают определенный процент. Могут они устанавливать его или нет? Для статей могут устанавливать. Почему? Потому что есть понимание того, что хотят получить материал, обладающий новизной, материал, который ранее нигде не публиковался, что называется, они сдают журнал, они вправе внедрять свои ограничения. Что касается монографии. Устоявшегося регламента по этому вопросу нет. Если вы монографию пишете, будучи работником учебного или учебного учреждения, или научной организации, то есть внутренние регламенты, вы на них ориентируетесь, если в этом есть необходимость. То есть, например, вы работаете в рамках гранта, вы работаете в рамках научной программы. Если вы пишете монографию самостоятельно, просто захотели опубликовать монографию, никто не участвует в ее финансировании, вы делаете это за свой счет, вы сами там контактируете с издательством и так далее, то вы вообще можете сами для себя не устанавливать никакое ограничение. Вопрос в другом. Потом ваша монография будет распространяться, насколько это будет солидный, достойный труд. Поэтому вы в какой-то степени, в большей степени, скажем так, сами заинтересованы в том, чтобы здесь все было хорошо. Значит, что касается диссертации. По диссертациям ситуация абсолютно однозначная с одной стороны, с другой стороны совершенно непонятная, и мы сегодня будем разбираться. Значит, с одной стороны четко я ссылаюсь на документ, который официальный, да, то есть, ну, это не документ, да, правильнее сказать, это рекомендация, да, где написано, что не существует и не может существовать никаких процентов, там, или в других единицах выраженных ограничений по неправомерным заимствованиям, то есть, они вообще как будто бы, в принципе, да, недопустимы. То есть, вот все эти, там, 80%, там, 50% или еще сколько-то, некоторыми трактуются, что 50% я могу взять чужого, 50% своего. На самом деле речь не об этом, на самом деле о том, что, сейчас мы как раз будем разбираться, что такое правомерное заимствование, что такое неправомерное заимствование. В форме плагиата это, значит, в форме неправомерного заимствования. Итак, для того, чтобы нам было понятно, какие вообще формы существуют, давайте о них поговорим. Значит, есть правомерные заимствования, есть неправомерные заимствования. Вот неправомерные заимствования – это и есть то, что мы в обычной жизни называем плагиатом. То есть, это мы взяли и использовали чужой текст, чуть позже расскажу, каким образом. И как отличаются вот эти вот примеры этих заимствований в тексте. Значит, правомерные, они тоже не всегда корректные. Бывают в научно-корректной форме, а бывают в научно-некорректной форме. Давайте разбираться с деталями, что есть что. Итак, правомерное заимствование в научно-корректной форме, то есть, собственно говоря, то, как в идеале должно выглядеть заимствование, должна выглядеть ссылка в тексте. То есть, мы взяли текст, например, мы говорим, что наш термин такой-то трактуется в науке таким-то образом, и приводим это определение, как его давал первоначальный автор. Мы обязательно указываем ссылку и обязательно на этого автора и указываем источник заимствования. То есть, что значит указать источник заимствования? Если меня это заинтересовала тематика, то я могу открыть этот источник и даже не проверить, да, нет задачи, может быть, проверить, а просто уточнить, так ли трактуется, может быть, там есть какая-то дополнительная информация и так далее. Поэтому, если источник понятен для определения, то, соответственно, это сделано все верно. Если источник не понятен, то это правомерное заимствование будет называться «Правомерное заимствование в научно-некорректной форме». То есть, это текст, который автор взял, возможно, он ссылку указал, и даже источник заимствования там понятен, но сама ссылка оформлена некорректно, неправильно. То есть, у меня есть какие-то проблемы с тем, чтобы понять, либо на кого ссылается, либо где этот настоящий текст автора находится. Неправомерное заимствование – это еще более грубый вариант, который и воспринимается нами как плагиат. Когда мы взяли чужой текст и вообще делаем вид, как будто бы это наш текст. То есть, мы не указываем ссылку ни на автора, ни на источник. Мы этого автора и не упоминаем, и никакой источник не указываем. Соответственно, мы что делаем в этом случае? Мы как бы вводим в заблуждение читателя нашей работы. Так вот, неправомерные заимствования, они бывают тоже внутри них, и можно выделить несколько вариантов. Первый вариант – вот то, о чем я говорила, что, например, вы определение чужое цитируете. Определение – это именно цитата, то есть, это дословный перенос текста. Соответственно, если мы дословно присваиваем авторство, то есть, как это выглядит в тексте. То есть, текст чужой взят, ссылка может быть даже поставлена, но она стоит не в том месте. То есть, иногда, конечно, иногда бывает так, что автор научной работы, то есть, типа, мы с вами, да, будем так говорить, мы как будто бы не знаем. Но на самом деле автор только начинает, например, свой научный путь. Ему не до конца понятно, где ставить ссылку. Он не хотел никого обмануть, он просто вот не там ее поставил. Соответственно, и дословно взяв чужой текст. Тогда это будет неправомерное заимствование, вот дословное присвоение, да. Второй вариант – когда ссылка на источник отсутствует, но в списке литературы может присутствовать этот источник. То есть, автор работы считает, что я вообще никого не обманул. Я взял этот текст, я разместил этот источник в список литературы, подумаешь, я не поставил номер ссылочки в квадратную скобку или ссылку на странице, значит, в момент цитирования другого автора. Это неправомерно, это ошибочно, это мало того, что нарушение научной этики. Опять же, если посмотрите вебинар предыдущий, по этой тематике увидите, что это нарушение не только научной этики. Значит, ну и самый грубый вариант – это присвоение чужого текста, когда мы перефразируем, да, перефразируем, и, соответственно, вообще делаем вид, что мы никакие ссылки не указываем ни автора, ни ничего вообще, даже намёка нет на то, что мы откуда-то это взяли, но мы не дословно взяли, да, а мы так с большей фантазией, так переработали немножечко текст, ну немножко, да, то есть где-то слова заменили, да, где-то там поменяли их местами и так далее. И вообще ничего нигде не указали. В принципе, вот это вообще неправомерное заимствование, вот это именно то, что считается самым грубым нарушением в этой теме. Елена Александровна спрашивает, могу ли я привести пример статьи или диссертации с идеальным оформлением ссылок и цитат. Елена Александровна, я не могу сейчас статью, да, или диссертацию с идеальным, но мы рассмотрим, как нужно сделать так, чтобы к вам не было никаких претензий чуть позже. Обязательно это мы рассмотрим. И вот здесь термин «идеальный» не очень подходит, да, потому что как раз я буду рассказывать о том, в какой ситуации мы находимся с вами, что никакого идеала, по идее, не получится. Даже если я очень хочу сделать идеал, идеала не получается. Вот, почему будем говорить обязательно. В чем проблема вот этих заимствований, помимо того, что мы взяли чужой текст и так далее. Проблема в том, что, особенно по диссертации, да, проблема в том, что, когда это просто читатель, да, просто читатель, это одно дело. А вашу диссертацию будут читать эксперты. Их будет несколько. Они будут читать на разных этапах эту работу. И, соответственно, вы как бы эксперта вводите в заблуждение. Вот если вы правомерное заимствование делаете в корректной форме, то читатель, то есть вот этот эксперт или любой другой читатель, он все четко понимает. Вот этот текст принадлежит автору, этот текст принадлежит не автору. Вот источник, вот автор. То есть здесь все четко. Вот это можно было бы назвать идеальным вариантом. Второй момент – это когда эксперт, он в каком-то заблуждении находится. Помните, я сказала, что здесь может быть нечетко установлена ссылка. Я приведу сейчас примеры нечеткого установления ссылок, но иногда это происходит вообще не потому, что человек так решил сделать. Вот по роду своей деятельности я консультирую значительное количество людей, которые пишут диссертации, и сталкиваюсь… Вообще вот эта тема – одна из самых актуальных по вопросам, которые выносятся на консультацию. И сталкиваюсь с такой ситуацией, например, по медицине диссертационной работы. Посмотрите хоть статьи, хоть диссертационной работы, зайдите на сайт ВАГ и просто ради интереса посмотрите. Там ни в одной ссылке нет страниц. Такая традиция в этой специальности, такая традиция. Там через запятую просто перечислены источники. Например, если это ссылка комплекса, если там ссылается на несколько источников, если это один источник, то просто в квадратных скобках стоит номер источника, и там нет ссылки. Вообще-то это правомерное, но некорректное заимствование. И по идее тогда мы вообще ко всем этим диссертациям должны иметь претензии определенные, потому что это нарушение. Но, тем не менее, эти диссертации защищаются, эти статьи публикуются и в международных изданиях, и где угодно. Поэтому вот как тут про идеал мы можем говорить? Поэтому я сегодня буду рассказывать именно о тех тонкостях, которые приходится нам использовать, и о тех требованиях, которые как бы создают ситуацию идеала. Но Станислав напишет, что это традиция в иноязычных источниках. Замечательно, но мы эту диссертацию пишем и защищаем в этой стране, поэтому вроде бы мы должны ориентироваться на те требования, на те ограничения, в том числе ГОКС регламентирует, что мы должны страницу поставить. Потому что как, если я эксперт, как я могу им проверить, если там стоит очень много, например, отсылка на какой-то источник, это просто монография. Но я же в монографии не буду писать вот этот кусок, на который якобы процитировал автор. Поэтому эти ссылки, конечно, вызывают сомнения у экспертов тоже. Кроме того, это осложняет вторичные ссылки. Это осложняет в том, что я говорю о конкретном примере. О конкретном примере буквально несколько дней назад у меня была консультация ровно по этому поводу, ровно с человеком, который пишет по медицине работу. И работа не может пройти через диссертационный совет по этой самой причине. Поэтому осложняет это вторичные ссылки или нет. Это осложняет прежде всего попадание в диссертационный совет и защиту диссертации. Значит, мы, когда мы говорим о неправомерном заимствовании, то, естественно, автор умышленно или неумышленно вводит в заблуждение эксперта или читателя, порождая у него ощущение, что это мысли этого автора, статью которого или диссертацию которого мы сейчас читаем. То есть вот даже просто мы сейчас всего лишь навсего дали определение этим понятиям, попытались понять, как вот они отличаются внутри и по восприятию, и внутри того, как они в тексте возникают, да, и уже стало понятно, что там куча-куча тонкостей всевозможных. И про эти тонкости где-то можно узнать, где-то нельзя узнать. И так вообще везде. Вот хоть вы статью пишете, хоть вы диссертацию пишете, все время есть какие-то тонкости, фишечки, там, не знаю, особенности, которые лучше знать, чем не знать. Поэтому, ну, коль скоро у нас сегодня вебинар последний с точки зрения перед курсом, да, я хочу как раз-таки сказать, что мы сейчас с вами посмотрим, как правильно оформить, как это все правильно сделать. Я расскажу, безусловно, научу, поясню, какие есть приемы, поделюсь своими какими-то наблюдениями и тем, как я рекомендую это делать. Ну, а если вы хотите больше узнать каких-то приемов, фишек, там, лайфхаков и так далее, то я с удовольствием вас приглашаю на свой курс. Я, как и Павел Юрьевич, считаю его нашим курсом, да, потому что мы его запускаем на совместно. 26 числа, буду рада, если вы присоединитесь и мы встретимся, курс будет проходить днем в 13 часов московского, но запись будет, все материалы будут доступны, поэтому даже если у вас какая-то проблема с часовым взаимодействием, да, то есть это тоже все абсолютно решаемые вещи, и то, что вы получите полезную информацию, вы можете убедиться и глядя на саму программу этого курса и на те отзывы, которые дали те участники, которые сами думали, надо идти или не надо идти на курс и, соответственно, поделились для того, чтобы облегчить принятие решения другим людям. Буквально три слова, и мы будем продолжать дальше. Значит, в курсе, почему говорю, что все вот из этих тонкостей состоит, потому что абсолютно в каждой теме, первая тема, путь аспиранта, вообще что вам предстоит пройти, если вы пишете диссертацию, во всех тонкостях, со всеми особенностями, подводными камнями, как их преодолеть и так далее и тому подобное. Вторая тема. Какие виды деятельности вообще входят в работу аспиранта, докторанта? И про тех, и про других мы говорим, потому что есть специфика, поэтому, пожалуйста, эта тема тоже будет, что называется, разложена прямо, не знаю, на пошаговое понимание этих видов деятельности. Конференции и публикации. Опять же, я уже несколько лет занимаюсь тем, что консультирую людей по поводу подготовки диссертации и понимаю, насколько неполно люди воспринимают конференции и публикации, насколько из этого можно больше выжить для себя, для своей работы, чем то, как этим пользуются большинство, особенно аспирантов. Посмотрим прям пошагово, что в какой последовательности нужно делать в четвертой теме, прям весь ваш путь разложим на шаги, станет ясно, каким образом эти шаги преодолевать, и каждая следующая тема с пятой по восьмой, она посвящена огромным фундаментальным шагам, которые пройдет абсолютно каждый, кто пишет диссертацию. Пятая тема посвящена предварительной подготовке, то есть поиск литературы, работа с литературой, с цифровыми источниками и так далее, и тому подобное, планирование работ и т.д. и т.п. Шестая полностью посвящена диссертациям. Вот я сейчас буду рассказывать, как делать в этом смысле, только вот внутри этой темы. А в шестой теме я буду полностью по диссертации рассказывать, как это все сделать грамотно внутри работы. Я не могу это все рассказать за один короткий вебинар, то, что я буду рассказывать внутри большой темы, большого курса, прошу прощения. Седьмая тема полностью посвящена автореферату. И восьмая тема. Многие участники говорят, что они вообще недооценивали значимость этого. Она посвящена подготовке документов, какие нужны документы, когда их нужно делать, на каком этапе они вам нужны будут, да, и, соответственно, самой процедуре защиты. То есть вплоть до того, что как психологически даже себя подготовить к этой процедуре, что ожидать от каждого этапа, который до защиты, после защиты. В общем, вы от А до Я полностью поймете, как вам двигаться на пути подготовки и защиты диссертации. Поэтому, что называется, я буду вас рада видеть. Если для вас это актуально, пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня я продолжу наш разговор о том, как же оформить заимствование в тексте диссертации, чтобы к вам не было никаких претензий. Вот самое минимальное количество претензий может возникнуть тогда, когда вы производите цитирование. То есть когда вы берете и из текста другого автора дословную выдержку помещаете в свой текст. Почему здесь меньше проблем? Потому что эту цитату можно очень хорошо оформить, ее можно отделить, да, ее можно сделать идентифицируемой, чтобы было понятно, что вот этот фрагмент текста, он не ваш. Вы не можете все цитаты выделить, например, курсивом в диссертации. Этого делать нельзя. Поэтому здесь мы используем кавычки. Соответственно, как правильно оформлять цитирование? Во-первых, чужой текст, то есть вот эту самую цитату, мы обрамляем, мы отделяем от своего текста кавычками. Обязательно. Кроме того, смотрите, ссылка ставится после цитаты, после того, как цитата заканчивается. Очень хорошо, если вы в тексте используете вводные фразы, которые указывают на то, что начинается не ваш текст. Вы, например, пишете, там, Иванов Иван Иванович в своей работе такой-то говорил или дал определение этого понятия такое-то. Открываете кавычки и цитируете этого Иванова Ивана Ивановича, закрываете кавычки и после этого открываете квадратную скобку, ставите номер источника из списка литературы с обязательным указанием страницы. Я обязана сказать, что страницу нужно указывать обязательно, но если вы представитель такой специальности, где страницы не ставятся, ну не ставьте тогда, что делать. Но вы должны понимать, что вообще страницы должны стоять. И кроме того, источник, естественно, должен находиться в списке литературы. То есть не может такого быть, что вы на источник сослались, какие-то циферки с потолка поставили внутри работы, а этого источника в списке литературы нет. Еще раз напоминаю, да, что Татьяна будет рассказывать вот об этом, поэтому имеет смысл в продолжении нашего разговора сходить послушать ее. И если вы будете придерживаться вот этого алгоритма, выделили в кавычки, отправили в начале фразы к автору, после цитаты поставили ссылку с указанием страницы, если эта ссылка у вас не в квадратных скобках, а ссылки, которые мы ставим традиционно внизу страницы, это тоже зависит от требований, которые предъявляет, например, редакция журналов, которые вы отправляете статью, или требования специальности по некоторым специальностям в диссертационных работах ссылки делаются только в квадратных скобках, по другим специальностям только те, которые мы знаем, классический вариант внизу страницы. Если вы делаете ссылки, которые размещаются, и можете использовать автоматические ссылки, на каждой странице у вас есть конкретное указание, то вы описываете источник так, как это требует ГОСТ. Соответственно, список литературы вы формируете тоже так же, как требует ГОСТ. Опять зависит от вашей специальности. В некоторых специальностях обязательно должно быть разделение на группы источников, например, юриспруденция. В некоторых специальностях, в большинстве специальностей, это не требуется. И вы можете внутри ГОСТа определить, какой вам подход к формированию списка литературы больше подходит, больше нравится его использовать, потому что там несколько вариантов. ГОСТ подразумевает несколько вариантов. Вот таким образом мы можем оформлять цитату. Цитату. Если вы... Давайте еще про цитату, буквально два слова. Если вы ставите, например, пишите... Вот кто просил... Мы дошли до примеров. Елена Александровна просила примеры. Вот смотрите, если я то, что сейчас называла, это идеальное оформление цитаты. Если, например, вы написали, Иванов Иван Иванович в своей работе такой-то, то есть автора назвали, работу назвали, кавычки открыли, текст указали, кавычки закрыли, ссылку не поставили, это какое у нас... Давайте потренируемся. А то вот что у меня не отмечали на сегодняшние вопросы, может быть, сейчас включитесь. Это какое будет заимствование? Правомерное или неправомерное? Если правомерное, то в корректной или в некорректной форме? Друзья, подключайтесь. Если я указала автора, указала название, все закавычила, но не указала ссылку. Правомерное в некорректной форме. Еще какие идеи есть? Да, я вроде бы идентифицировала, но что-то я сделала неправильно. Неправильно. Неправомерное. Правомерное в некорректной. Правомерное и некорректной. Смотрите, когда мы говорим о неправомерном заимствовании, да, мы можем сказать, что... Вот когда я... Помните, я вам вернусь вот на этот слайд, чтобы было понятно, почему. Ссылка оформлена верно, но стоит не в том месте. Вот, наверное, вас вот это смутило, те, кто написали, что это некорректное правомерное, некорректное заимствование, про которое я сейчас сказала. Здесь, смотрите, ссылка оформлена верно, но она стоит вообще не в том месте, да. А здесь у нас только указания автора и только работа, мы вообще ссылку даже не сделали. Поэтому при проверке вашей работы эта информация зальется как неправомерное заимствование. Когда вообще... Вот опять же, да, постоянно слышу вопросы. Ну, я не могу закавычить все подряд в своей работе, ведь я не всегда использую цитату. Понятно, что когда мы используем засловную цитату, вроде как очевидно, что мы ставим ссылку. Но даже если вы берете чужой текст, и вы его перефразировали, вы его подали собственным образом, вы все равно должны указать ссылку на автора и источник. Кроме того, если мы вообще не берем текстовку, да, нам понравилась идея какого-то другого автора, и мы, в принципе, текст не делаем, мы говорим, мы разделяем там позиции вот этого автора по этому вопросу. Все равно нужно поставить ссылку, чтобы было понятно, ориентируясь на какую работу вы вдруг заразделяли его позицию. Когда мы просто упоминаем чужую работу, смотрите, в разделе «Разработанность темы», когда вы пишете диссертацию во введении, этот раздел есть и в автореферате, мы говорим, что такой-то, такой-то, такой-то аспект нашей темы изучали такие-то ученые, и мы перечисляем работы этих ученых. Или когда мы делаем в обзорной части обзор, да, мы говорим, вот этими вопросами занимались те-то, 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 те-то. Мы должны открыть ссылку и поставить на… открыть квадратную скобку и поставить ссылку на них. Раз вы о них говорите, что они такие молодцы, изучали эту тему, поставили на них ссылку и обязательно указали в списке литературы. Ну и как ни странно, вообще об этом сейчас дальше пойдет речь, когда мы упоминаем свою работу, в своей же работе мы должны поставить ссылку. Почему и как это делается, разберем более подробно вот в этом разделе нашего вебинара. Значит, вот эта стратегия, которая очень популярна, которую рекомендует очень большое количество научных руководителей, она популярна по разным причинам, сейчас она не работоспособная. Но работоспособная, но с огромными затратами труда и времени, и проще писать не так работу. Соответственно, когда вам рекомендуется это… Почему опять, друзья, так говорю? Я не говорю, что научные руководители плохие, ни в коем случае. Научные руководители великие молодцы, что они поддерживают, поясняют, проверяют и так далее, и тому подобное. Но некоторые научные руководители просто не представляют, какие изменения сейчас происходят в последнее время, последние годы, я бы прям так сказала, с точки зрения проверки ваших работ. Поэтому они не со зла вам это рекомендуют, не потому что они что-то недопонимают, они просто не владеют до конца этой информацией. Поэтому, опять же, пример конкретный, участник моей программы рассказывает о том, что его коллега вот таким образом писала диссертацию, по рекомендации научного руководителя дожили до того, что диссертация готова полностью, ее нужно проверить и, что называется, показывать миру, и эта диссертация не проходит проверку. Что делать? Ну, разные, сейчас что будем делать, будем обсуждать. На самом деле ситуация, конечно, не идеальная, поэтому, когда вы говорите, можно ли привести пример идеальный, нет, я не могу привести идеальный пример, потому что мы с вами существуем в ситуации очень серьезных противоречий. Причем противоречия, которые мы с вами преодолеть, вот законодательно, что называется, не сможем. У нас есть два официальных ограничения. Первое ограничение – это вообще постановление правительства, это наше положение о присуждении ученых степеней, которое огласит о том, что основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы. То есть нам сказали, если вы пишете диссертацию, вы должны опубликовать. Причем научные результаты должны быть опубликованы, значит, новизна, значит, какие-то ценные части нашей работы должны быть опубликованы. Если вы не опубликуете их, соответственно, вашу диссертацию никто не возьмет на защиту. Второе ограничение – да, это не закон, но это методические указания того же ВАГ, которые пишут, что не существует никаких норм, никаких пороговых значений. И как бы мы с вами в такой ситуации, естественно, нам хочется опубликовать все заранее, сложить это все в кучу, получить диссертацию и сказать, все нормально, мы же в рамках этих ограничений. Но мы защищаемся не сразу, ВАГ попадает наша работа, мы защищаемся с вами в диссертационных советах. А вот когда вы попадаете в диссертационный совет, диссертационный совет вам говорит, а нам нужна оригинальность вот такая. Мне сложно сказать, почему так, почему диссертационный совет не ориентируется на рекомендации ВАГ, диссертационные советы, потому что это для всех советов абсолютно актуально. Поэтому и вот как человеку, который готовит диссертацию, быть в таких условиях, когда у него окажется, прям рекомендуют, опубликуйся, сложи и защищайся, а другие говорят, нет, так не получится, потому что и оригинальность не пройдет. Значит, эта стратегия в основном как бы применяется, да, докторантами, опять же, не потому что они плохие, не потому что им лень писать что-то, нет, ситуация такая, опять же, смотрите, для докторских диссертаций установлено официальное требование, оно связано с большим объемом статей. То есть сейчас в положении мы знаем, что не менее 15 по гуманитарным наукам и в остальных областях 10. Это только статей в журналах рецензируемых. Рецензируемые журналы берут крупные статьи, значит, просто для простоты, возьмем 10 страниц, одна статья, 15 статей минимум, да, значит, 150 страниц у докторанта должно быть опубликовано только статей. Потом, ВАГ не требует официально, нет регламента по монографиям, но тотальное большинство диссертационных советов любому докторанту скажет, а где у вас монография? А в некоторых диссертационных советах вам скажут, а где у вас две монографии? Причем не устроит, если эти две монографии будут в соавторстве, то есть типа у вас там есть глава в коллективной монографии, вы это показываете как монографию. Некоторые диссертационные советы это не устраивают. И что получается докторанту делать? Он пишет монографию, монографию он пишет, работая в своем учебном заведении или научной организации, там есть какой-нибудь регламент из серии, что минимум монография будет считаться, если у вас 10, а то и 15 печатных листов. Переводим это все в страницу, и у нас получается волосы становятся дыбом, потому что это огромное количество, там 250 очередных страниц, да там еще 150 только в ваковских журналах, а еще ринс должен быть, еще какие-то дополнительные публикации. И мы получаем, что докторант должен иметь 400 страниц публикаций, ну потому что такие требования, требования ВАГ и требования диссертационного совета, иначе они просто не пройдут, эти бедные докторанты. Естественно, он же не будет три раза переписывать этот текст, один раз для статей, второй раз для монографии, третий раз для диссертации. И поэтому докторанты так и делают, они опубликовали, взяли вот эти вот кусочки, и типа получилась диссертация. Но когда они приходят с такой диссертацией в диссертационный совет, выясняется, что ничего не получится, потому что не соответствуют тем требованиям, которые есть у этого диссертационного совета. Это реальная ситуация, вот это реальная ситуация. Почему говорю, что это актуально для докторантов? Потому что у аспирантов требования к объему публикаций намного меньше. Ну что там, допустим, три публикации в АГовске, опять же, пусть те же 10 страниц, ну это значит, что опубликовано 30 страниц, ну пусть чуть больше, ну не 3, пусть 4, 40 страниц. Монография не нужна. А объем работы там, ну опять в среднем, 150-180 страниц. То есть это небольшая доля опубликованного текста, а у докторанта огромный опубликованный текст, и нужно делать работу. Поэтому очень сложная ситуация для докторантов в особенности, поэтому, что здесь происходит? Опять, вот о правде, рассказывая о правде жизни, да, у нас есть организация, которая, да и не одна, она позволяет проверить текст на заимствование. Наиболее распространенная версия, наиболее распространенная, как бы известная организация, это антиплагиат, и наиболее распространенная это программа. На самом деле не только она, в некоторых вузах есть свои системы проверки, или там адаптированные какие-то системы, но тем не менее эта компания предоставляет наиболее продвинутый вариант сервиса, который позволяет проверить текст. Но есть, с другой стороны, другие организации, которые помогают повысить процент оригинальности. И этот бедный докторант, или там аспирант, неважно, который столкнулся, которому сказали, пиши так, он так написал, он все сделал по-честному, он никого не хотел обмануть. И вдруг у него не проходит. Он что делает? Он проверил через антиплагиат, например, увидел свои проценты со слезами на глазах, и он говорит, ну что делать, я же не буду переписывать. И он отправляется в эту организацию. Вот надо в эту организацию идти или не надо, которая предлагает такие моменты. Дело, конечно, ваше, решать, конечно, вам, да, но я хочу вас уберечь о том, что понятно, что если одни предлагают какие-то услуги, то вторые пытаются с этим бороться. Я сейчас несколько слайдов дам из презентации как раз коллег из антиплагиата. Они проводят очень часто вебинары, они по-честному все показывают внутри своей программы, и мне вообще симпатичен их подход к проверке. Они как раз считают очень правильно. Они считают, что автоматизированный отчет не является объективным, это так и есть. Они адекватно относятся к своей программе, они понимают, что это просто инструмент, что реально проверить потом должен человек. Так вот, если вы обращаетесь к таким организациям, которые с вас возьмут деньги, и, видимо, немалые деньги за то, чтобы обойти, как бы обмануть эту систему, но система, наверное, тоже не глупая, раз она имеет такую распространенность. И вот так, таким образом, выглядит уведомление эксперта, когда он проверяет в системе антиплагиат вашу работу и видит, что там есть какие-то обходы, то есть использовались какие-либо приемы. Но если вы даже просто проверяли работы студентов, которые в своих работах пытаются использовать эти обходы, если вы банально включите режим спецсимволов, вы то частично это увидите. Поэтому, а уж программа, а уж сервис разработанный, в который вложены деньги, энергии, интеллектуальные способности многих людей, понятно, что он может это все увидеть. Поэтому есть ли в этом смысл? Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Более того, с этим можно же ведь иметь не только проблему, что у вас увидели, что это подозрительный документ, да, или есть же еще какие-то последствия. Так вот, тот самый антиплагиат, он видит гораздо больше, чем нам кажется. Я думала тоже, что это уже известная вещь. Почему я так думала? Ну, потому что я посещаю вебинары коллег, вижу, как они развиваются, насколько они продвинулись в своих возможностях. Но понятно, что аспиранты, докторанты не имеют такой возможности и времени сидеть и смотреть все подряд интересные вебинары. Поэтому делюсь с вами, если вы не знаете, чтобы вы были в курсе. Значит, антиплагиат, это система, имеет модуль поиска перефразированных заимствований, так называемого парафраза, когда если вы просто примитивным образом поработали со своим текстом, то, соответственно, ничего не получится. Если этот модуль... Да, еще, результаты вашей проверки зависят от того, какие доступны модули для проверяющей организации. Вот когда мы проверяем просто через интернет, компания предоставляет бесплатный доступ. Да, ну, допустим, я студенческие статьи проверяла таким образом, просто первоначально хотя бы, чтобы посмотреть, надо там дальше читать или нет. Так это вот, конечно, ерунда. Ну, такой приблизительный вариант. А если у организации есть много модулей, то вашу работу будет видно всю. Да, то есть она зальется многоцветно разными цветами. Это будет для эксперта, для человека, понимающего, как осуществить проверку. Все сразу ясно, какой цвет, что означает и так далее. Поэтому этот вариант не подходит. Опять же, когда вам кто-то говорит, из ваших коллег или еще кто-то, какой-то советчик, что какие проблемы, ты там маленько поменяй местами слова, там еще, вот даже время не тратьте, это просто пустая трата времени. Еще один очень важный момент. Я, честно говоря, не могу точно сказать, когда этот модуль появился, но мне кажется, что года два, наверное, он уже действует. Действует. Это, конечно, просто восхищает, как это можно было так придумать. Значит, в антиплагиате появился модуль переводных заимствований. Что это значит? Раньше была такая практика. Ну вот я свои работы там написала статьи, скинула это все в работу, выяснилось, что не проходит, надо что-то добавить, надо разбавить чем-то, что туда добавить. А умные люди говорят, да кто возьми иностранную какую-нибудь статью, переведи ее и вставь в диссертацию, нет проблем. Вот может быть, раньше это помогало. Я просто продолжаю слышать такие советы. Друзья, это бесполезно, потому что сейчас сервис, как они это делают, я не знаю. Вот будет вебинар 29 числа, придите, уточните, да, восхититесь. Причем это не только с английского языка. То есть получается, что если вы таким образом делаете, то сервис идентифицирует тот текст, который был опубликован на иностранном языке, а в вашей статье или в вашей диссертации, что хуже, присутствует в переведенном виде. То есть это тоже не утаите вы. Следующий момент. Что в плюс, да, то есть это если вы прячетесь, то те методы не сработают. Что в плюс для нас работает, для некоторых специальностей, это просто невероятно важно. Значит, есть модуль поиска общепотребительных выражений. То есть когда, например, у меня спрашивают, точнее говоря, даже не спрашивают, вот последняя консультация, мне присылается отчет о проверке. И я вижу, и человек, который у меня консультируется, говорит, что вот я получила результаты проверки, и мне говорят, что у меня очень низкая оригинальность. Я начинаю просто смотреть этот отчет. Он явно не проверялся экспертом. Я просто по отчету это понимаю. Потому что там или нет такого модуля, возможно. Потому что там все, там вплоть до того, что сам автор, фамилия автора этой работы залита, залита как компонент, да, скажем так. То есть на самом деле какие-то речевые обороты, но мы же научную работу пишем, мы не можем ее писать как журнальную статью, там я имею в виду желтую прессу, или как разговорный язык. У нас, естественно, есть какие-то речевые штампы, какие-то научные обороты, которые мы вынуждены использовать, потому что это стиль статьи такой. Кроме того, вот это очень для юриспруденции, например, специальности очень актуально. Почему? Они очень много называют нормативно-правовых актов. И когда это все заливается, ну как человек, он же не придумает новое название закона, как тут с этим бороться. Поэтому очень хорошо, что появился такой модуль. И когда эксперт проверяет уже составленный сервисом отчет, он может это увидеть, он может это отключить, он может вот этот абсурд, машина не может всего сделать за человека, да. Он может это убрать, когда название вузов или органов власти или законодательных актов заливается, как будто бы это плагиат. Он это может убрать. Более того, есть модуль выделения библиографических записей. То есть, когда, опять же, вот если есть у вас время и интерес, сходите, я вот прям слайды вам пишу, чей этот слайд, с какой это встречи, адрес даю, чтобы... Вот это называется правильное цитирование. Я не хочу сказать, что это мои идеи. Я хочу вам показать, как ситуация обстоит реально. И я вам даже все адресы, пароли, явки, что называется, даю для того, чтобы вы могли еще больше углубиться, потому что понятно, что я за час не смогу все это объяснить, а это все, может быть, для вас очень важно, имеет смысл знать, куда посмотреть и где можно детализировать свое понимание. Вот. Поэтому, если вы взяли у кого-то, как, опять же, раньше говорили, так и чувством учишься и ищешь, значит, литературные источники, посмотри предыдущие, значит, диссертации, например, или монографию по своей теме, вот у тебя списки уже источников есть. Дело все в том, что если вы пойдете таким путем и сохраните порядок, скажем так, да, оформление этих библиографических источников, сервис это тоже все определит. Но зато, если будет понятно, что вы не стащили ни у кого, да, это тоже можно отключить, чтобы было ясно, что это просто перечисление тех авторов, на которых, ну, работ тех авторов, на которые вы сослались. Вы тоже же не можете переназвать статью, естественно, она опубликована, естественно, ее сервис видит, как опубликованную. Поэтому вот здесь это очень важно, но с какой проблемой мы с вами сталкиваемся вообще, от чего все эти беды? Не только от того, что есть вот это противоречие, что, значит, нам сказали, публикуйтесь, нам сказали, что нет никаких ограничений, а диссертационные советы устанавливают эти ограничения. Еще есть очень серьезная проблема, которую тоже хотелось бы как-то решить, что организации, которые принимают ваши работы, неважно, какие статью, а уж тем более те, которые принимают диссертации, не всегда ответственным образом проверяют это экспертным путем, понимаете, чтобы эксперт, что называется, осознанно, с пониманием дела это сделал, не потому что, опять же, эксперт какой-то глупый, он, может быть, не знает вот этих вот технических особенностей, которые уже есть для того, чтобы сделать проверку более такой профессиональной, более серьезной, да, когда вот, ну, чтобы нелепости не было в этих отчетах, которые прямо видно, они бросаются в глаза, если вы проверку проведете вот автоматическим сервисом и потом посмотрите на результаты, ну, вы увидите, что есть, конечно, некоторые вещи, от которых может спасти только эксперт. Но, опять, вы же не можете сделать замечание эксперту, вы же не можете сделать замечание организации, которая проверяет, хотя, конечно, есть такое понимание, как апелляция, да, что человек может какую-то претензию высказать, но, опять, друзья, давайте реально посмотрим на вещи, да, вы приехали в диссертационный совет, хотите в этом диссертационном совете защищаться, они провели проверку, говорят, у вас в оригинальной 65%, вы что, будете апелляцию к ним подавать, вы что, будете доказывать, что нет у меня больше процента оригинальности, это что, поможет вам защитить диссертацию? То есть мы с вами оказываемся, к сожалению, вот в таких совсем неидеальных условиях. И в этом случае становится понятным, что, что называется, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, да, то есть что делать, нужно правильно выбирать стратегию подготовки диссертации. Вот то, о чем мы на курсе говорим, да, технология подготовки, стратегия, то есть как вы ее пишете, каким конкретно, какие приемы есть для того, чтобы это избежать, да, но и, соответственно, чтобы вы понимали все требования и ограничения. Сегодня мы проговорили только про те требования, которые касаются вот этой части, да, у нас есть еще куча ограничений, которые нужно тоже учитывать для того, чтобы изначально не допустить ошибку, не потому что, я еще раз говорю, никто не говорит, что мы такие хитренькие лисички, да, и хотим кого-то обмануть. Просто настолько все быстро меняется, что не всегда аспирант, который, тем более докторант, который вообще весь в тексте в этом, весь в своем исследовании, да ему просто нет времени посмотреть это все. И если отдел аспирантуры или докторантуры не доводит, например, эту информацию до людей, то, конечно, люди оказываются в сложной ситуации. Поэтому чем больше требований и ограничений, вы знаете, на входе, что называется, заранее, вот эти правила игры вам известны, тем проще вам свою работу выстроить более эффективно, чтобы не переделывать ее несколько раз. А для этого нам нужно понимать, что сейчас есть такое понятие о самоцитировании. Некоторые называют это самоплагиат. Мне слово самоплагиат не очень нравится, потому что, ну типа что, я сама у себя своровала, что ли, ну это ж моя идея. Вот самоцитирование мне понятно. Это я использовала свой текст, который раньше у меня был опубликован в какой-то более свежей работе. Вот это самоцитирование. Но, то есть, такое понимание у нас у самих должно быть в принципе. И оказывается, да, мы должны по поводу этого самоцитирования тоже придерживаться определенных правил. То есть, самоцитирование, это должно быть правомерным. То есть, если я сама у себя взяла какую-то статью и ее разместила в своей диссертации просто так, как свой текст, это неправильно. Это неправильно. Большинство людей об этом даже не задумываются. Значит, что здесь должно быть? Друзья, я сейчас закончу и отвечу на ваши вопросы. То есть, как раз такой фрагмент. А, по поводу презентации. Я презентации не даю по своим вебинарам. Значит, самоцитирование должно быть обоснованным, то есть, в вашем, в том, что вы взяли кусочек своей работы, большой или маленький, да, и использовали в другой работе, вот это должно быть обоснованным. Что значит обоснованным? Например, человек пишет докторскую диссертацию. Он начал разработку этой темы 3 года назад. У него изначально было такое-то видение. Он опубликовал работу. Потом у него это видение изменялось, изменялось, претерпело изменения. И к моменту, когда он пишет диссертацию, оно немножечко другое, или множечко другое, да, не важно. Но он хочет показать динамику своего изменения. Он хочет показать, что сначала было так, а теперь стало вот так. И поэтому он, это объективно, это обоснованное цитирование, он берет свой текст и размещает его в диссертации, но он должен на это сослаться. Обратите внимание, я опять вам цитирую пункт 14 положения присуждения ученых степеней. При использовании в диссертации результатов научных работ, которые выполнился искатель лично или в соавторстве, он обязан это обстоятельство отметить. То есть вы должны сослаться на то, что вы это уже опубликовали. Сервис, ваш текст опубликованный, увидит точно так же, как чужие опубликованные тексты. И зальет его, потому что он уже где-то есть, он уже где-то найден в опубликованном. И когда у вас нет ссылки, даже когда эксперт начнет проверять ваш отчет, он будет в затруднении находиться, потому что почему текст залито, ссылки нет. Соответственно, подход к оформлению самоцитирования точно такой же, как будто бы вы оформляете чужой текст. То есть мы указываем начало и конец, мы должны четко внутри своей диссертации показать вот этот фрагмент, который раньше уже был написан. Вот это уловите, пожалуйста. Вплоть до того, что мы так и пишем. В ранее опубликованной статье такой-то, такой-то, мы разрабатывали или мы говорили то-то, то-то. Вот прям вот такую фразу, чтобы, да, машина зальет ваш текст, сервис определит его как опубликованный. Но когда эксперт будет просматривать вашу работу, он увидит, что этот кусок принадлежит вам. Вы показали, где этот кусок опубликован, он видит, что это совпадает с найденным текстом в отчете, с найденным источником, и он просто отключает этот кусок, и этот кусок остается вашим авторским. Вот вам выход. То есть мы обязательно должны это делать. Опять же, я вот сейчас не говорю, что я так вам рекомендую. Это вот подход, который рекомендован. Смотрите, это статья. Три автора, два представителя программы «Антиплагиат». Третий автор – это представитель агентства научных редакторов. Ой, господи, агентство, сейчас я вам наговорю. Ассоциация. Значит, я сейчас все объясню, где что можно посмотреть. Соответственно, я не могу сказать, что это документ, но это люди, которые проверяют вашу работу, советуют сделать таким образом. Что, как можно помочь себе еще. При подготовке статей по теме диссертации не включайте в эту статью весь материал, который у вас есть. Я часто встречаюсь с такой ситуацией, и те люди, которые на курс приходят, и потом которые ко мне на программу приходят дальше, на сопровождение. Вот у ученых есть такое, они обожают же свою тему, у них есть желание прокричать мир, ой, я вот это, вот это наисследовал, срочно почитайте и так далее. Но останавливайтесь немножко, не рассказывайте все подряд, оставьте немножко для диссертации. Следующий момент. Помним про парафраз или про рерайтинг. Если вы просто что-то тихонечко поменяли, местами пересказали или еще что-то, это неэффективно. Если у вас нет ссылки на этот фрагмент, это будет засчитано, залито, как не ваш текст. Кроме того, еще один момент, который может быть наоборот вами использован, это так называемый обычный пересказ. Когда вы берете три страницы текста и делаете из него одну страницу или полторы страницы, вы как бы иначе излагаете тот текст, который был у вас в статье. Ну так вот, по-честному говоря, на самом деле, конечно, наверное, неприятно, когда один и тот же текст везде тянется, тянется. Но с другой стороны, понятно, что когда такой дикий объем, как в докторской диссертации, ну что-то хочется взять из своих работ. Поэтому, пожалуйста, хотя бы вот такой способ используем. Но ссылку в любом случае на себя оставим. Еще один момент, буквально 5-7 минут, и я закончу, чтобы вы могли сориентироваться по времени. По поводу авторского права. Оказывается, не все тексты, которые доступны нам онлайн или доступны нам в напечатанном виде, вообще защищены авторским правом. И, соответственно, есть такие случаи, о которых полезно, значит, объясню почему. Почему? Смотрите, значит, авторские права не распространяются вообще, в принципе, на то, что перечислено на слайде. Это статья Гражданского кодекса. Соответственно, если вы что-то из этого используете в своей работе, вы понимаете, что вы ни на кого не ссылаетесь, потому что нет у этого автора. Если это чей-то конкретный метод, да, на него надо ссылаться. Но если вы используете какие-то научные методы, такие известные, то у них считается, нет автора вы не указываете. Еще очень важно для тех людей в тех специальностях, которые вынуждены много ссылаться на нормативку всевозможную. И когда у нас с вами обнаруживается, это и юриспруденция, это и бухучет, да, специальность, и финансы, те, у кого постоянные изменения нормативных документов происходит. Значит, вообще официальные документы не являются объектами авторских прав. Нет у них. Поэтому, когда вы цитируете закон с указанием того, что вы процитировали, вы вообще не нарушили никакого авторского права. И поэтому мне странно, когда приходят люди проконсультироваться по этому поводу, вот с этими самыми отчетами, и там выясняется, что вот эти законодательные акты, цитаты из них залиты, как будто это плагиат. Нет авторского права у этих документов. Можно их спокойно цитировать. Естественно, это должно быть обосновано, объем цитаты должен быть обоснован. То есть мы туда весь нормативный документ не заталкиваем в свою диссертацию. Очень важно иметь в виду, что с юридической точки зрения авторским правом охраняется только ваша диссертация. Автореферат является документом, но он не охраняется авторским правом. Я на курсе об этом рассказываю. Что с этим сделать, тоже рассказываю. Для того, чтобы подстраховаться, для того, чтобы не потерять своих каких-то, свою новизну и так далее. Поэтому вот это тоже имейте в виду. Ну и кроме того, мы понимаем с вами, что диссертация до защиты висит в открытом доступе, и поэтому в наших интересах, чтобы было опубликовано из нее что-то. Но что у нас бывает? Нам сказали, надо опубликовать статью. Это требование. Второе, мы понимаем, что раз диссертация будет висеть в открытом доступе, в наших интересах ее опубликовать, чтобы вот эту новизну, грубо говоря, застолбить за собой. Но что происходит? Это тоже опыт конкретных участников, которые ко мне обращались с вопросами. Когда крадут вашу статью, у меня ситуация с участницей была следующего характера, когда несколько лет назад человек написал две статьи, одну написал в материалы конференции, а вторую написал в журнал. Понятно, что только начиналось исследование, понятно, что, может быть, статьи не сверх какие-то значимые и так далее, хотя я сейчас расскажу продолжение, наверное, значимые все-таки, да. И эти статьи были опубликованы, все нормально. Но в тот момент, когда РИМС начал свою работу по чистке изданий, которые не соответствуют их критериям, эти два издания были из РИМС убраны. Человек, переезжая, уже забросив идею про диссертацию, выбросил все свои публикации и, соответственно, остался ситуация, что нет у нее доказательств того, что это были статьи, кроме, как вот у нас бывает, папочка материала для статьи, да, там литература всякая, наши черновики и так далее. Но электронного варианта статьи нет. То есть доказать, что она писала эту статью, она может только тем, что предъявить поэтапное рождение этой статьи, грубо говоря, да. Что происходит? Когда второй человек дает себе, когда этот же человек, да, дает себе второй шанс по диссертации, говорит, нет, все-таки я подниму это исследование, я хочу завершить диссертацию и так далее. И начинает уже искать литературу, выясняется, что эти две статьи опубликованы доктором наук. Причем фактически слово в слово. Ну, мне-то человек высылает черновики со своего компьютера этой диссертации, и я-то вижу, что это черновики реально человеку принадлежат. Соответственно, что мы только уже не придумали. В Российскую государственную библиотеку она ездила, чтобы они там искали и так далее. Вот вам рецепт, куда нужно обращаться. Нужно обращаться в Ассоциацию научных редакторов и издателей, как раз Анри. Вот то, о чем я говорила, что это статья трех авторов, да. Так вот, именно эта организация решает вопрос ретрогирования статей, то есть отметки этой статьи о том, что она не оригинальна, что украли эту статью у другого автора, либо какие-то могут быть другие поводы, но это чаще всего имеющий место быть повод. Поэтому, если вдруг с вами произошла такая ситуация, имейте в виду, что есть место, где вам могут помочь, обращайтесь. Коллеги тоже очень активно проводят вебинары, тоже очень активно делятся своей правильной позицией по поводу научной этики и так далее. Поэтому, вот, друзья, пожалуй, все, что я хотела сказать. Единственное, я сегодня в вебинаре очень много на слайдах указывала ссылок, отсылалась ко всевозможным методичкам, да. Это никакая не тайна, я обязательно это все подкреплю. У меня есть группа, она открытая абсолютно. Присоединяйтесь к этой группе, я размещу все материалы там. То есть, и ссылочки сделаю, и вот эти вот брошюрки туда подсоединю. Поэтому, да, здесь эти ссылки не активные, но тем не менее, можно, значит, этими ссылочками будет воспользоваться. Ну и еще, пожалуйста, если у вас будет необходимость, значит, написать мне, может быть, вы сейчас не задали какой-то вопрос, постеснялись или еще что-то сегодня у нас вообще какая-то активность была непонятная мне, наверное, вас напугала тема или еще что-то. Вы мне хоть какую-то обратную связь, друзья, дайте, пожалуйста. Было полезно, не полезно, знали, не знали, может быть, вообще зря потратили время, да, для того, чтобы я просто сориентировалась, потому что для меня это важно. Значит, и что касается нашей следующей встречи, я с удовольствием вас приглашаю на следующую встречу. Она состоится, когда она у нас состоится? Через месяц. Вот, и мы будем разговаривать с вами об идеальной диссертации. Нужна она или не нужна, и что делать, если такое желание есть, а, в общем-то, нужно ли к этому стремиться. Вот, поэтому, если вопросы есть, можете мне написать или сейчас, или на почту. Не могу сказать, что я вам через 5 секунд отвечу, но я отвечаю всем, кто пишет. Благодарю вас, друзья, что разделили со мной время, что я надеюсь, что это было полезно, и вы воспользуетесь этой информацией, это вам поможет. Жду вас в следующий раз, и, конечно, буду рад. Субтитры сделал DimaTorzok